Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Мы не предлагаем решения, мы, в общем-то, даже не поддерживаем ту активную часть предпринимательской среды, которая, в общем-то, ну, альтруисты в своей работе, потому что иногда забрасывая свои бизнесы, в том числе и Андрей Карпонин, и Виктор Маргелов, и Никита Вельмаскин, который в этом участвует, да. И все-все-все ребята активные, они действительно делают эту титаническую работу вместе с нами. Поэтому не надо пинять на зеркало, если оно отражает то, что отражает. Пока мы не поймем суть консолидации и не станем объединяться, мы не станем более сильными, более авторитетными, более подкованными для вот этого диалога. Проф-непригодность и экспертный потенциал. Я как бы ставлю две вот эти противоположные, два противоположных определения. Почему? Потому что даже проф-непригодность – это то, что мы встречаем в предпринимательстве, сталкиваясь с их проблемами каждый день. Иногда эти проблемы возникают на голом месте, потому что наши руководители, наши собственники не хотят учиться, не хотят принимать новые инструменты, не хотят принимать новое управление. И здесь Геннадий Терпиловский, как консультант прекрасных в управленческих моментах, не даст соврать, что это правда. Поэтому мы должны учиться сами, мы должны поддерживать в бизнес-ассоциации и тот продукт уникальный, который мы создали вопреки всему, для того, чтобы повысить свой экспертный потенциал. Менталитет предпринимателей как фактор проигрыша в диалоге. Мы с этим сталкиваемся тоже каждый день. Случаются абсолютно страшные вещи, когда правительство решает убрать с рынка целые отрасли. С этим мы сталкивались, когда было принято постановление 911-го, и всех импортеров вырубили с арены. И они пришли, спасайте нас, потому что работать нельзя. Мы будем вступать в союзы, мы будем поддерживать вас, мы укрепим вас своим потенциалом. В результате, когда постановление было отменено титаническими усилиями, вы думаете, хоть один экспортер пришел, импортер? Деньги надо вперед брать. Понимаете, иногда не остается времени набрать деньги вперед, потому что мы понимаем, что случится, если отрасль будет загублена. Точно такая же проблема в ЖКХ, когда целая отрасль предприятий, которые внесли свой интеллект, свой интеллектуальный продукт, свою услугу, свое техническое обеспечение по, допустим, безопасный подъезд, безопасный дом. Бизнес налажен за десятилетия. Все посмотрели и говорят, так наше домоуправление ЖКХ может сами заниматься этим бизнесом. И выходит постановление, которое запрещает частным фирмам обслуживать эти безопасные кодовые замки системы безопасности. И все это передается по договорам настоящим представителям домауправа, что называется. И если бы бизнес-ассоциация не создала ассоциацию «Безопасный дом» и не включилась в эту работу, собирая совещания в Мингорасполкоме, в Министерстве жилищного хозяйства, в МВД, доказывая, собирая статистику, что ни одного нарушения дисциплинарного... У вице-премьера Калинина. Да, у вице-премьера Калинина. То есть это целый механизм адвокатирования, который мы применили для того, чтобы защитить эту отрасль. Тот же гостеприимство ассоциации, когда, вы помните, после чемпионата построенные гостиницы оказались невостребованными. 23% заполняемости. Каким образом решить эту проблему? Очень просто. Выходит указ президента, который обязывает заполнять гостиницы и запрещает частным предпринимателям, индивидуальным предпринимателям, фирмам сдавать в аренду квартиры. Опять же, если бы не включилась бизнес-ассоциация в этот процесс, это конкретно примеры Минского столичного союза предпринимателей. И не защитила их отрасль, ничего бы не было. И тем не менее, эти ребята, получив конкретные результаты, только маленькая сознательная кучка предпринимателей оказались в бизнес-ассоциации. Все остальные пользуются результатами этого и говорят, что, извините, это случилось само по себе. Субъективность. Безусловно, все зависит от личности, от личностного потенциала. И иногда мы, в общем-то, потребляем, наверное, не совсем хорошие примеры. Иногда мы скатываемся до того, что отсуждаем какую-то личность. Но, тем не менее, когда встает тот же Виктор Маргелов, которого не хотят пускать в ОКС, не хочет принимать власть и говорит, ну не посылайте его на наше совещание, но он, разрывая рубаку на груди, может быть не слишком деликатно, может быть не слишком дипломатично, но, тем не менее, громко озвучивает эту проблему и проблема начинает крутиться. Но, с другой стороны, точно так же и во власти вот эта вот субъективность играет свою роль. Почему? Потому что все зависит от личности. Если мы имели пример прекрасного сотрудничества с управлением департаментом по предпринимательству в лице Петра Борисовича Арушунянца, который моментально реагировал на все наши проблемы, который сам инициировал решение каких-то проблем, которые нашу платформу, которую мы должны, в общем-то, проталкивать и защищать, и иногда мы не успевали в силу своей малочисленности и вот нехватки этого экспертного потенциала тормозили, они настинули за уши, ребята, быстрее, министерством нужно расписать эти предложения, министерством нужно донести это все. С другой стороны, могу привести пример, там, допустим, того же Шортса, когда у нас случился в Минске страшный конфликт, почти 120 субъектов хозяйствования, с ними разорвали арендные договора только потому, что, значит, по нашему законодательству товарищества собственников должны заключать договора с арендаторами. Для этого необходимо собрать, вот только вдумайтесь, согласие 100% владельцев квартир, их просто физически нельзя собрать. С другой стороны, мы получили вот этот пробел в законодательстве, когда товарищества в приватизированных домах, квартирах, они просто не созданы, и нет возможности заключать договора, перезаключать договора аренды с этими товариществами. Их просто физически нет. Никто не говорит о том, что Министерство жилищного хозяйства по законодательству обязало уполномоченных заключать договора с арендаторами. Все об этом молчат. Уполномоченными являются администрации районов, в том числе Фрунзенский район, который разорвал все эти договора. И вы представляете, насколько вот при этом декрете принятом номер 7, когда все способствует развитию бизнеса, когда вся проблема должна решаться в сторону бизнеса, людей выгоняют на улице. Люди имеют рестораны, люди имеют салоны, люди имеют магазины, в которые вложили за 20 лет средства, отремонтировали рекламу, брендинг какой-то определенный. А им говорят, убирайтесь с вещами на выход. И вот проблема вот это решать таким образом. То есть вы можете ходить абсолютно по кругу, озвучивая эту проблему, но здесь должна включиться личность в решение этого процесса. Четыре раза мы проводили совещание в Министерстве ЖКХ, в Минбургсполкоме. Шорец конкретно построил всех председателей районных администраций. Всех представителей ЖРЭО пригласили. И было озвучено, вы не имеете права людей выкидывать на улицу. Вы обязаны заключать с ними договора о аренде. Но в руки бумажка им не поступила. Возвращаясь на место, они продолжают выгонять предпринимателей. Четыре совещания следующих, где мы конкретно выбили вот эту бумажку, подписанную председателем Минбургсполкома, и отправленную во все администрации города, заключать договор о аренде. Но их же не получили дома управы, эти бумажки. И в результате процесс опять продолжается. Люди стоят на ушах. Вроде мы озвучиваем через прессу, что вопрос решен, а дома управы выгоняют людей. Но здесь спасибо подключился Николай Александрович. Он просто по звонку сказал председателю администрации Фрунзенского района. Вы же как-то там сделайте звонки, не надо будоражить людей. И так непростая ситуация. И вот поэтому вот эти вот все факторы, они влияют, конечно, на этот процесс. Совет по предпринимательству. Ну вот это Ярослав. Вот это совет. И Ярослав хочет в этом совете добиться каких-то результатов. На силу. Да. Качаться надо. Ярославу зато держишься. Свой среди чужих, чужой среди своих. Безусловно, Ярослав свой среди чужих. Безусловно. Мы единый организм. Мы компетентны. Мы прощупали эти проблемы и как сито пропустили их через себя. Но вот в такой среде, когда члены совета, это ответ на твой вопрос, Ярослав, изменится или нет и как, пока они не будут выбираться самими предпринимателями гласно, пока эти кандидатуры не будут выноситься на обсуждение, пока они будут назначаться указом президента непонятно по какой системе и откуда идти берут, в этом случае все 20 предпринимателей будут тапузидисами и только Ярослав, Швец и Тарасевич будут вот этой вот маленькой частью, которая ничего не сможет изменить, не сдвинуть с места. Почему чужой среди своих? Опять же, консолидированный подход. Мы давно научились и понимаем, что только единый голос может решить какую-то проблему. Мы создали ККС, консультативно-консульционное совещание деловых кругов, куда вошли все ведущие бизнес-сообщества страны. Пять. Туда вошел департамент по предпринимательству. Мы научились вместе собираться и договариваться, подписывать эти проблемы едиными подписями, чтобы это действительно был голос. Потому что власть всегда задает вопрос, а кто стоит за вами? Есть ли у нас в Союзе определенная часть, в Союзе Куняевского еще плюс какая-то часть предпринимателей, в Союзе у Харлапа еще там какие-то предприятия, но все вместе мы набираем какой-то вес, какую-то силу. И вот здесь начинает совершенно другая политика и другие интриги. Чужой среди своих начинает проявлять, в общем-то, свое мнение. Ну, я хочу здесь сказать о 488-м проблемном указе, который вырубил конкретно очень многие предприятия, членов Союза. И так как мы единственная бизнес-ассоциация, которая участвует в судах, защищая наши предприятия, у нас эта статистика сложена папками. И здесь что происходит? Значит, те предприятия, которые попались на этих сотрудничествах, заключения контрактов даже 15 лет назад, со структурой, которая 2 года назад попала в этот телевой список, у нее забирают все. И предприятия разделяются на 2 лагеря. Одни говорят, хрен с ним, пусть все забирают, лишь бы не было беды. Другие предприятия, даже не вступая в борьбу, просто уезжают из страны. Как поступили наши Фитцнерфедор, как и Богман наш Михаил. У нас куча таких предприятий. Мы потеряли в стране серьезных, грамотных, достаточно амбициозных и эффективных предпринимателей. И вот такая вот часть людей, которые говорят, а давайте судиться. Но все равно делать уже терять нечего. Я и так, и так банкрот. Фирма перестала работать. Счета арестованы. Сотрудники разбежались. Ну давайте будем судиться. Мы начинаем судиться, мы выигрываем процессы. Но это еще раз вам показываю. Вот такая часть. И когда, наконец, Совет по предпринимательству озвучил решение, что мы будем вносить изменения в 488-й указ, единственный... Ой, куда я нажала? Машина закричала. Единственный... Вот то, Иван, я на твой вопрос отвечаю, когда не надо не искрить на глобальные проблемы. Единственный Минский столичный союз предпринимателей не побоялся написать письмо, разослать во все органы, в прессу и озвучить. Его надо, извиняюсь, предпринимателей отменять. И нас поддержал. Международная финансовая конфедерация. Фадеев, как эксперт, присоединился к нам со своей веской позицией. И что здесь значилось? У нас же остались в Совете только две бизнес-ассоциации. Это Союз Кунявского и БМПА. Швец. Ну, ребята, ну, знаете, страшно брать на себя такую ответственность. Понимаете? Идти против всех. Один против всех. Они говорят, нет, такого не получится. Ну, давайте мы договоримся. Потому что, ну, отменить это и страшно, и неудобно, и как-то не комильфо. Давайте мы какие-то изменения внесем в этот указ. Хорошо, давайте посмотрим эти изменения. Когда мы начали вносить, мы сами лично, минские столичные эксперты, сидели и по каждому пункту разбомбили тот проект, который они нам предложили в качестве альтернативы. Потому что этот проект не решал абсолютно ничему. Как садили людей, как отбирали бы их, так и продолжалось. И мы написали свою концепцию постатейно, какие нужно вносить изменения, формулировки. Потому что нам говорят, дайте готовое решение, пожалуйста. И лично я с Виктором Егоровичем Маргеловым объезжала каждого из представителей бизнес-ассоциаций. Мы уговаривали, мы доказывали. И что вы думаете, подписались? Из нашего ККСа пять бизнес-ассоциаций подписало четыре. Александр Иосифович Швец дипломатично сказал, ну, ребята, ну, не подпишу я, ну, не обижайтесь, ну, не подпишу. И вот эта позиция, понимаете, чужой среди своих, она играет, опять же, против нас вот в этом процессе. Уважать, бояться, соглашаться, отстаивать. И вот здесь стоит вопрос. Вот мы, как я отвечаю за Минский столичный союз, мы не боимся. Мы уважаем всех мнения. Мы не соглашаемся, если это неудобно предпринимателям. Не нам, как бизнес-ассоциациям, а предпринимателям. И мы отстаиваем. А остальные несут ответственность за вот эти четыре слова, каждый сам по себе. Но, если мы не будем чувствовать вашей поддержки, вашего, как бы, посыла, что действительно это нужно, вот тогда, наверное, мы останемся вот на этой фразе. Соглашаться со всеми этими ювелирными зачистками. Леонна, можно секундочку? Я просто объясню. Зрителям я понял, что некоторые вообще не зуб ногой про все деклеты и те законы, которые вы говорили. Не все, не все. Особенно молодежь. Объясняю. 448,5 угасов. Елена Ивановна, потом еще Володя, потом дискуссия. Я это не дискуссия, я просто ремарка, чтобы все понимали, о чем идет речь. Короче, у нас существует коллективная ответственность. Если я работаю с Еленой Ивановной, и она прогорела, все, кто с ней работают, должны за нее заплатить налоги. Страдают все. И вот против этого мы сражаемся. Вот теперь все. Да. Почему Министерство и Ведомство и Сполкома де-факто саботируют решение приказа президента? Вот я выделила ключевые, не все, но ключевые факторы. Почему? Первое. Дорогое кресло. Своё собственное дорогое кресло. Я боюсь шевельнуться на этом кресле, сделать виток влево-вправо, потому что за вот эти вышедшие за радиус буквально 3 сантиметра кресла, да, я могу его потерять. Люди понимают, что мы на местах представителей власти, что мы правы, что мы предоставляем им статистику, что мы теряем налогоплательщика, мы теряем создателя рабочих мест, но тем не менее я боюсь за своё кресло, поэтому лучше ничего не делать, чем сделать какой-то шаг. Прогнозные показатели – это вообще бич, потому что даже местные власти, им не важно, что предприятие вылетит из их бюджета, из их получаемых средств. Им довели, что вот за такое-то полугодие нужна вот такая-то цифра. И поэтому эту цифру они делают здесь и сейчас, абсолютно не транслируя её на какой-то будущий период. Бюджет любой ценой, но с этим мы сталкиваемся вообще каждый день. И Андрей Картонин, да, здесь, в общем-то, это статистика ходячая. Когда мы должны штрафами, когда мы должны этими изъятиями здесь и сейчас наполнить этот бюджет. Причём этот бюджет наполняется задним числом, законодательство транслируется на периоды прошлые и никуда от этого не деться. Опять же, здесь можно предмет проводить, в том числе как бы вместе с этими диалоговыми площадками. Как они стали работать, эффективны они или неэффективны. Я напомню, что эти диалоговые площадки, общественно-консультативные советы появились, опять же, благодаря нашей платформе. Лет восемь назад мы пробивали это четыре-пять лет, сознательно понимая, что если не будет механизма донесения информации, то не будет и диалога. Да, площадки были созданы, но были созданы в каком составе? 90% представителей власти и в лучшем случае 10, а так 5-6 представителей бизнес-сообщества. Что можно доказать и что можно пробивать на такой площадке? Когда большим числом голосов нас просто вырубали с этих площадок и не рассматривали эти предложения. Мы продолжили дальше. Мы стали в платформах предлагать, вносить предложения, уравнять состав диалоговых площадок. Площадок 50% представителей власти, 50% представителей бизнеса. Наконец-то в декабре позапрошлого года вышло 802-е постановление совмена, где это сделано. Давайте посмотрим, работает ли это. Здесь опять включается личностный фактор. Значит, если во главе общественно-консультативного совета стоит министр, там, замминистра, который реально понимает проблему и хочет ее решить, тогда эта площадка работает. Я могу привести как положительный пример, допустим, того же МЧС, который по каждому чиху собирает общественно-консультативный совет. Рассматривает самую маленькую проблему с приглашением не только членов ОКС, но и с приглашением тех представителей бизнеса, которые конкретно поднимают этот вопрос. Не важно, что это не прописано в положении. Тем не менее, диалог реально идет, и мы видим, как меняется что-то к лучшему. Таможенный комитет. Это совершенно другой пример. У нас страдает целая отрасль производителей медицинского оборудования. Мы декларируем, что мы должны заниматься импортозамещением, что мы должны продвигать своих представителей, мы должны своих производственников поддерживать. Наши производственники производят очень много компаний высококлассного медицинского оборудования, которое поставляется и за границу, и в том числе поставляется сюда в наши медицинские учреждения. Но это оборудование, оно идет под кодом мебель. Не медицинское оборудование, а мебель. И, соответственно, они не получают тех льгот, которые должны получать, когда это все декларируется как медицинское оборудование. Мы выносим эту проблему, попытались, вернее, вынести эту проблему на УКС таможенного комитета. Таможенный комитет дает нам ответ. Мы считаем нецелесообразным рассматривать этот вопрос на заседании УКС. Хотя у нас в поддержку есть письма. Специальное заседание УКС состоялось в Министерстве экономики. В протоколе поручение Минскому столичному союзу предпринимателей, так как члены производственники медицинского оборудования очень многого членов союза, вынести этот вопрос на смотрение таможенного комитета. А Минздрава? Минздрава. Минздрав нас поддерживает. Нас поддерживает Министерство по налогам и сборам. Они готовы давать эту льготу. У нас есть письма, три письма министерства. Тем не менее, нам приходит ответ отказать. Мы ничего не просим, мы не просим сразу присвоить этот код. Мы просим обсудить этот вопрос на УКСе. Что нам пришлось сделать? Нам пришлось сделать повторное письмо, и нам пришлось сделать письмо в садмин, разработчику положения об УКСах, чтобы они, в общем-то, дали вот это разъяснение. УКС – это площадка для диалога, для обсуждения. Поэтому вот эти личностные контакты в том числе играют очень свою существенную роль. Информационное сопровождение компании адвокатирования. Здесь мы за столько лет убедились, что если мы не будем озвучивать свои результаты и этот процесс не делать гласным, мы ничего не получим. Причем у нас есть как позитивные примеры, так у нас есть и отрицательные примеры. Работа на опережение. Что это значит? Я привожу два примера. Когда-то все, ну не знаю, насколько вы знаете, в курсе, но во всяком случае представители бизнес-ассоциаций это знают, и мы, как минские столичные, которые занялись этим вопросом, мы выудили проект указом президента, Владимира Николаевича, помните, а специмпортером. Было назначено 13 специмпортеров, которые имели право поставлять в Республику Беларусь бытовую технику, компьютерную технику, товары, электрома, алкоголь и так далее. То есть телевизоры через завод перезонта. Никто не дает эти документы, хотя по директиве тогда президента обязаны были давать к обсуждению, потому что это влияет на деловой климат. Никто нам не дает. Когда мы выудили этот документ, подняли обсуждение в прессе, озвучивали этот вопрос звонками, где вы взяли, как вы могли их, но тем не менее, благодаря вот этому на опережение работы, этот проект был благополучно закоронен. Следующий проект, который вот буквально недавно мы столкнулись, из-за которых Лобартов, господин наш уважаемый и любимый, получил выговор очень серьезный в Министерстве экономики, это когда вышел проект, значит, Минфиновский, где они назначали цену по этому проекту указа, что вы, каждый предприниматель, если у вас находится какое-то нарушение финансовое или управленческое, вам назначается цена, и вы оплачиваете свою эту ошибку. Если у вас нету средств, прошу вас, господа, вот эти вот штучки и пошли дальше по уголовному делу разбираться. Мы выудили точно так же благодаря этот проект указа, потому что у нас Вадим Бородуля входил вот в это сообщество, как бы обсуждение закрытое этих проектов. Безусловно, этот проект отбили, все открестились от него, в том числе и Минфил, сказали, да мы такого не писали, где вы взяли, клаварду, да, значит, вынесли серьезное да, ай-яй-яй взыскание, а Министерство экономики вам сказала, ребята, спасибо, если бы вот не выудили, не подняли в прессе вот это вот все, то получили бы вы то, что получили. Глазность во всем и всегда. Вот в каждый процесс этого котирования, если мы просто отправляем письмо куда-то в Министерство, в ведомство и не делаем вброс в прессу, поверьте, это не срабатывает. Это все хорошо, спасибо, что вы обратили наше внимание на проблему и под сухном. Но как только мы в прессу отдаем, у нас практика сейчас работает стабильная, письмо ушло, вот мы только его занесли, через 5 минут человек звонит и говорит, я его отдал в Министерство. Мы тут же рассылаем по всем СМИ. И СМИ включается в обсуждение этого вопроса. Вот когда в СМИ звучат фамилии, что получил письмо, условно говоря, там, Кикотом, или получил письмо Зиновский, или получил письмо еще кто-то, вот тогда уже замолчать эту проблему невозможно. И тогда только начинает этот милховик потихоньку-потихоньку смазанный нашим маслом крутиться. Личность победа. Опять же, безусловно, все зависит от личности. Потому что то, что подчеркивал Иван, что не боятся эту проблему озвучивать, и мы не боимся эти проблемы озвучивать, потому что, извините, это наша миссия. И как эта проблема, если ее озвучиваешь иногда, ну, так, что называется, шепотом, дипломатично, как-то вот как ты посидел там с Маргеловым в краю стола, да? Я даже помню реакцию, когда мы Ивана, значит, готовили, вот их избрали, Маргелова и Ивана, в эту рабочую группу, и они должны быть участниками этого совещания при президенте. И мы говорим, ребята, давайте обсудим позицию, о чем вы там будете говорить, Иван присылает нам письмо, и мы читаем. Александр Григорьевич, у нас все хорошо, значит, все, все нас радует, только вот не надо там, как бы, вмешиваться вот в этот процесс. И все, Иван, да ты что? Да ты как-то... Да, у меня наехали, ты что? Бедачи! Бедачи, да! Что вы наехали? Подождите, не... Понимаете, как важно вот это не идти со своей личной позицией. Я понимаю, что мы работаем в разных отраслях, и у одного болит одно, у другого болит другое. Но если мы говорим голосом бизнеса, мы должны выработать этот посыл к власти, и даже если это нас не касается, мы все равно должны озвучить проблему, а не свой диагноз, именно своего предприятия. Только тогда это сработает. Договариваться, не договариваться. Безусловно, это механизм адвокатирования. И в каждом конкретном случае мы должны вырабатывать эту позицию, мы должны интуитивно чувствовать, потому что иногда, да, проще договориться. Мы не будем, мы договариваемся с министерством, что это проблема, ее нужно решать. Ее не решишь, условно говоря, за полгода. Нужно подождать там год-полтора. Но мы берем этот вопрос в разработку. Давайте мы не будем озвучивать, давайте мы не будем поднимать вот этот ажиотаж негативный среди предпринимательской среды. Давайте мы совместно, пошагово, обсуждая, тихонько, выработаем механизм решения этого вопроса. Это нормально. Не договариваться, а иногда не получается договориться, тогда нужно бить в лоб. И тогда уже, несмотря на то, что кто-то будет косо на нас смотреть, кто-то будет бизнес-ассоциацию, мы, я имею в виду, представители министерства, ведомства, рассматривать как, в общем-то, мы же с вами в таких хороших отношениях, мы же вот вроде как-то вот и на УКС собираемся и вас приглашаем на коллегии. Ребята, задача бизнес-ассоциации не просто посидеть на коллегии, получить информацию, выпить чашку с представителями власти и мирно завершить процесс. Мы должны вскрыть этот нарыв, несмотря на то, что им так этого не хочется. И поэтому вот это все, это тоже технология адвокатирования. И мы должны здесь четко понимать температуру этого процесса. И что нужно, брать скальпель или просто пластырем пока на полгода, на год заклеить эту ранку и подождать. Ну и здесь остальные вопросы я уже как бы не делала презентацию, потому что они такие очень скользкие, но интересные. Бывшие топ-чиновники по главе бизнес-союзов и ассоциаций. Вопрос появился, потому что он появился. Я открою почему. Включенный код, да, все взбудоражено, Класси, это все все это понимает. Вопрос освещения, представления этого в позитивном плане, сопровождение является ключевым для отбойности. Потому что одно дело, когда, блин, все воспринимают, где звонят со всего мира, спрашивают, блин, что такое, революция у вас какая-то? Крягина выкинули там. Все взбудораживали, потому что думали, что будет захватка. Понимаете? Реально я говорю, нет, я просто говорю вам как болеющий душой, понимаете? Семь я говорю, что такое, Росслав, что там, коряги на спасание. Если революции дня еще спрятали, то я не знаю. У меня были горячие звонки. Вот поэтому, собственно, вопрос стоит о том, как бизнес-сообщество такого рода ситуации... Звони, звони. Да, у меня звонили со всей республики. Телефоны были горячие, начиная с 6 утра и заканчивая 12 ночи. А что за процесс, Лили Ивановна? А каждый-то чиновник будет защищать наши интересы. А вообще откуда вы взяли? Вообще, что произошло в этом мире? И знаете что? Как бы, ну, надо было всех успокоить. Во-первых, это перезвонил каждый член Союза. Убегать с корабля или оставаться? Это кошмар. А чего они не пришли тогда на выборы? Чего они только доверенности прислали? Ну, извини меня, лето, отпускная пора. Многие разъехались. Многих нету, понимаешь? А с другой стороны, фактор бояковости, про который я говорю. Пусть оно происходит без меня, результатом я попользуюсь. Поэтому это действительно было буря в стакане. Что происходит? Что делать? У меня свой четкий взгляд. Ну, Николай Александрович, извините, Вадимир Николаевич, извините, да, я с вами проработала столько, мы уже на интуитивном уровне чувствуем друг друга. Что будет с Николаем Александровичем, я не знаю. Пока мне вот месяц мы проработали, нравится. Но у меня свой взгляд на эти вещи. Ну, во-первых, топ-чиновник, топ-чиновник. Но топ-чиновник пришел мне на пустыню работать. У нас сложена команда. И, ребята, могу вам сказать, что эта команда не марианетра. Управлять нами. Иди в тормусло, иди туда или сюда. Датон Николаевич знает. Я женщина. Как-то мягкая. Но я могу, да, дать любому мужику. Да. И в гриву, и в спину, и куда угодно. Если это противорез интересов предпринимателей. Потому что я сама была в бизнесе. Я знаю, что это такое, и не понаслышке. Передо мной прошли судьбы тысяч людей. Ни Маргелов, ни Владимир Николаевич, ни Ярослав, ни тем более Николай Александрович, никогда не узнает в лицо даже директоров тех фирм, с которыми я общалась каждый день. Потому что это моя работа. Я организационные процессы закрываю. Владимир Николаевич прекрасный флагман. Он прекрасный оратор. Он делает свою миссию, выполняет ее там, где должен выполнять. Но он же не должен копаться каждый день в бумажке, в процессе. И, естественно, все идут куда? К тому человеку, который каждый день вот это дерьмо собирает, и вот перелистывает, и решает, как же это сделать, как это улучшить. Докладывает, собирает. Те же УКС учет ведет. Те же ту же проблематику. Те же ассоциации создавать, не создавать отраслевые. Те же фокус-группы, когда случается какая-то проблема. И, конечно, я знаю, что с этими людьми происходит. Как они теряют бизнесы. А теряют бизнесы, они теряют семьи. Потому что это завязано на имуществе. Это завязано на психологических отношениях. Это завязано на личностных трагедиях. Власть этого не понимает, что уничтожит какое-то предприятие. Она не только уничтожает часть своего поступления в бюджет. Она уничтожает рабочие места. Но она уничтожает и семьи тех людей, которые остаются без бизнесов, без рабочих мест. Она уничтожает здоровье психологическое и физическое этих людей. И последствия откликаются на детях, на внуках. И эти трагедии мы наблюдаем каждый день. Поэтому команда не марионеток. Следовательно. К сожалению, Илья Ивановна, нам приходится и на похороны всех проводить. Да, да. И это, извините, молодых ребят. Когда в году 20-30 похорон приходится от инфарктов, инсультов молодых людей. И мы их провожаем, будто директор этого рынка Ждановича, либо кто-то другой. И у нас этих похорон буквально, потому что это жизнь людская, и это постоянный стресс, это постоянное отношение. С другой стороны, я им говорю, ребята, ну не спешите спрыгивать с корабля. Давайте мы посмотрим, что будет. Я понимаю, что Николаю Александровичу иногда будет страшно поставить сиюминутную подпись, как ставил, допустим, Владимир Николаевич. Он знает, что вопрос проработан, прежде чем ему дать на подписание, что это действительно выберенная позиция. И он смело подписывал письмо в любые инстанции, и мы смело давали это в прессу. Но Николаю Александровичу, конечно, все-таки его позиция с другой стороны, вот эта вот осторожность, вот эта вот, ну как бы чего-нибудь не было, не случилось. Я понимаю тоже эти сложности и эти проблемы, но здесь надо учитывать и плюсы. У Николая Александровича свой, как бы, опыт общения с этой вертикалью. Он знает, прежде чем куда-то отправить, мне эта очень позиция понравилась, я ее увидела за месяц работы с Николаем Александровичем, что он делает звонок, он знает, кому сделать звонок и спросить, а куда нам лучше отправить это? А по какой инстанции, по какому ряду, что, значит, у нас, как бы, чтобы не ходить вот этими кругами? Потому что мы иногда ходили кругами интуитивно, понимая, что где и как это решать в проблемах. Мы четко не знали в коридорах власти, кто же занимается этим вопросом. Поэтому, может быть, здесь тоже, значит, у нас свои будут крюсы. Но здесь нужно понимать и вот эти вот опасности. Почему? Потому что вот повернулась, теперь я отвечаю на вопрос, повернулась ли власть предпринимателя, приняв этот прекрасный пакет документов. Да, если мы посмотрим на статистику, как нам все время апеллирует тот же департамент по предпринимательству, количество зарегистрированных в парке высоких технологий выросло. Количество там ремесленников и индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выросло. Ребята, что называется, welcome, спасибо, хорошо, но что дальше с этими судьбами будет? И опять же, вот здесь нельзя разрывать эти все вопросы, которые задал мне Ярослав и которые я озвучила. Это все конгломерат процессов. И здесь завязаны. И как бы то, что власть боится выполнять местные на местах, выполнять эти поручения. И то, что личностный фактор на это влияет. И вот прекрасный последний пример. Когда личность в процессе, тот же Виктор Егорыч, который не побоялся озвучить и вынести проблему в март по ситуации с Еврооптом. Мы провели колоссальную работу. Мы провели совещание УКС и Министерство экономики. В марте мы провели совещание ККС. Мы согласовали позицию со всеми бизнес-ассоциациями. Март конкретно поддержал. Нельзя вносить изменения в закон. 20% объема рынка Евроопту достаточно как монополисту. Здесь, несмотря на то, что мы очень серьезно как бы в антагонизме были с ассоциацией торговых сетей, они тоже нас поддержали. Торговые сети против того, чтобы Евроопт захватывал рынки дальше и дальше. Мы озвучили эту позицию, мы выработали единое решение, мы вбросили его в прессу. Ребята, и что мы получаем? Мы получаем спецуказ президента, где эксперимент Евроопту разрешается в Ашмянском районе строить, строить, строить. Вы понимаете? То есть нельзя говорить, что здесь наши провалы или что. Мы идем по серьезно выверенным технологиям. Но вот это личностное решение и договаривание показывает нам, насколько законы иногда не срабатывают. И насколько вот эти вот наши процессы, выработанные адвокатирования сходят с рельс, хотя все делается правильно. Поэтому вот вам парадоксы нашей жизни. Спасибо большое, Олия. Спасибо. 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 Спасибо.